Горячее питание ежедневно и бесплатно. Как в Ульяновске будут соблюдать указ президента страны и какое финансирование предусмотрели для организации питания младших школьников. При подготовке учебных заведений к новому сезону этому уделили особое внимание. Заявление главы региона. Младшеклассников во всех школах обеспечить горячим питанием. А таких ребят у нас более 54 тысяч. На эти цели только на предстоящий календарный учебный год направлено более 700 миллионов рублей. При этом предпочтение необходимо отдавать качественным местным продуктам питания и не в ущерб ребятам, уже получающим льготы. Чтобы ни в одном населенном пункте не получилось так, что реализовывать закон начнут за счет средств, направленных на поддержку малообеспеченных или многодетных семей. Упаси вас Господь Бог. Уже в этом месяце необходимо провести все процедуры по закупке продуктов питания. При этом меню для ребят должно быть равноценным во всех муниципальных образованиях. Каждый родитель, коллеги, должен обладать полной информацией о том, кто, как, по какому меню кормит его ребенка. Но главный критерий готовности образовательных учреждений, конечно, ремонт. 800 миллионов было направлено из бюджета на его проведение в образовательных организациях. Как потратили средства в 62-й школе, главе региона докладывают на месте. Сделал выполнен капитальный ремонт спортивного зала, актового зала, подвальных помещений, блока начальной школы. Во всех трех корпусах зданий, во всех перечисленных помещениях заменена система теплоснабжения, водоснабжения. То есть совершенно обновлены все коммуникации. Более 50 тысяч было потрачено в это лето и на ремонт 30-й школы, стены которой не обновлялись уже более полувека. В этом году была проведена большая работа подготовительная. Были полностью заменены коммуникации, проведены черновые работы, замены трубы водоснабжения, канализации, замена электропроводка. То есть в следующем году можно будет закончить полностью капитальный ремонт. Власти уверенно заявляют, новый учебный год начнется, как обычно, 1 сентября. И как это принято с торжественной линейки. Более 120 тысяч ребят переступят порог родной школы. Только в этот раз при соблюдении требований Роспотребнадзора. Виктория Дронова, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск.